Спонсором сегодняшнего видео выступает обновленный сайт RBX3. Дизайн сайта обновился и выглядит очень круто, а курс стал еще выгоднее. За 1 рубль вы получаете почти 3 робакса. Но кроме того, вместе с обновлением самого сайта на Robux3 появился новый способ покупки робаксов, где не нужно ждать 2 недели, чтобы состоять в группе. С помощью нового метода, который называется трансфер, вы с легкостью можете купить робаксы, а ждать придется максимум 5 дней, что намного быстрее, чем у других сайтов. Быстренько переходите на сайт по моей ссылочке в описании и делайте самые выгодные покупки на сайте rbx3.com Всем привет, легендарные внучата, с вами я, Бабка Шоу, и сегодня мы с вами вместе находимся в Роблоксе. Ребята, сегодня у нас с вами есть повод собраться. Наконец-то начался ивент Пасхи 2021, точнее наша охота за яйцами. Как вы знаете, проходит она в этом году в метавселенных, поэтому у нас есть целых 4 игрока на выбор. С помощью которых мы можем получать абсолютно не похожие на друг друга вещи, абсолютно неповторимые. Ребятки, сегодня мы будем получать одну из таких бесплатных вещей в Роблоксе. Я научу вас, как это делается. Посмотрим, конечно же, на какие-то там другие сливы вещей. Зайдем на карту с бесплатными вещами и посмотрим, как это все дело делается. А перед тем, как посмотреть этот видеоролик, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, чтобы такие видеоролики выходили чаще. И я показывала, как получать вещи этого ивента. Все, ребята, давайте начинать. Сегодня мы с вами получаем сундучок. Сундучок какого-то чувака зеленого. В общем-то, сегодня мы вот такой вот сундучок получим и посмотрим, как он выглядит на нашем скине. Вообще нужен он не для этого. Очень скоро он нам пригодится, чтобы получать другие вещи в наших метавселенных. Но все же, пока он у нас лежит в инвентаре, он нам может понадобиться для создания каких-то бесплатных скинов. Поэтому погнали, ребятки. Итак, ребята, для начала нам с вами нужно будет зайти на карту под названием Speed Race. Это такая вот игра от мастер Даниэля какого-то. И, собственно, здесь вы можете заметить вот такую вот карту The Emerald Isle, ребята. Именно она нам сегодня понадобится для того, чтобы получить нашу первую вещицу. Как же это все дело делается? Нам с вами нужно зайти сюда. Как видите, здесь есть бесплатный приватный сервер. Поэтому можно прямо сейчас создать приватный сервер, зайти туда и начать листать наши карты. Сейчас я покажу, как это делается, какую карту нужно найти и как ее побыстрее пройти, чтобы получить наш бейдж. Ну и, собственно, как раз-таки нашу вещицу. Давайте создаем приватный сервер, заходим на нашу карту и потом уже будем смотреть, что же нужно сделать. Название сервера сделано любое. Например, бабка шоу. Ну, почему бы и нет. Почему бы, собственно, и нет. Можете сделать такое же название, я разрешаю. Нажимаем на кнопку Get It, нажимаем на кнопку Конфигурация и, собственно, получаем наш бесплатный сервер в игре Speed Race. Так, все, ребята, вроде как я все правильно сделала. Сервер у меня созданный. Так, подключение я запрещаю к себе, чтобы никто не мог зайти мне на сервер и помешать. Ну и, собственно, теперь мы просто заходим на нашу приватку и начинаем нашу игру. Все, ребята, давайте, начинаем. Итак, ребята, смотрите, вот я, собственно, и зашла сюда. Здесь нет такой карты, которая нам нужна. А поэтому вот с этой стороны, видите, такая кнопочка АФК. Нажимаем на эту кнопку и, собственно, мы с вами уже АФК. Теперь карта не будет листаться, так как никто больше, кроме нас, не играет. Ну и, собственно, смотрите, здесь написано Speed Гонка. Выиграйте гонку, чтобы получить вот такой вот Mystery Box. Это у нас, ребята, первая наша штука. Следующая карта. Давайте мы подождем, пока она загрузится. И теперь выбираем дальше. Здесь тоже, ребята, ничего интересного нет. Поэтому мы продолжаем стоять в этом режиме. Аванс. И смотрим, ребята. В голосовании снова нет этой самой карты. Вот таким вот образом, нажав на кнопку АФК и находясь именно на приватном сервере, вам нужно просто-напросто ждать и листать до той самой карты, ребята. Как вы заметили, ее нужно будет найти, пройти за короткий промежуток времени. Здесь, ребята, в этой игре нужно паркурить и быстро проходить наши игры, чтобы получать определенные штуки. Ну и, собственно, нам сегодня просто с вами нужно сейчас подождать. Подождать, пока мы найдем эту самую карту. И как только мы ее с вами найдем, мы с вами сможем получить эту самую штукенцу, этот самый сундук. Вот она, ребята, вот она эта карта. The Emerald Isle, она называется. Мы нажимаем на кнопку Аванс и голосуем за эту самую карту. Теперь выходим из АФК режима обязательно. Ну и, собственно, все. Теперь ждем, пока эта карта, собственно, включится, и мы ее с вами сможем пройти. И самое главное, ребята, не упасть, не дропнуться. Но, в целом, если вы находитесь на приватном сервере, найти эту карту не составит особого труда, и вы сможете снова ее найти и пройти. Так что проблем особых нету. Ну а через 2 секунды начинается наша игра. Не знаю, ни разу не играла в эту игру, будет ли это сложно или легко. Вот она, наша следующая карта The Emerald Isle. Давайте, вы готовы? Мы бежим, правда, не знаю, куда. Ну, окей, ладно. Бежим, ребята. Ой, какая огромная скорость. Е-мое, ребята. Ну, вроде как, здесь я еще не упала. Ладно, бежим мы с вами довольно пока что неплохо. Кажется, здесь есть какие-то чекпоинты, до которых нужно доходить. Контрольная точка, ребята. Достигнута контрольная точка. Так, бежим теперь сюда. Кажется, сюда нам с вами бежать и нужно. Пробегаем, перепрыгиваем еще раз, еще раз. И, кажется, мы закончили с вами игру за 23 секунды. Если это первое место, я, если честно, не знаю. Ну-ка, смотрим. Нет, это, ребята, 2 звезды, к сожалению. Но это не так важно, потому что нашу вещь мы с вами уже получили. Выйдет ли что-нибудь? Да, ребята, выходит вот такая штука. Поздравляю, вы победили и получили вот такой вот сундук нашего Врена. Мы надеемся, что вам понравилось играть и вы вернетесь сюда еще раз. Ну, не знаю, игра прикольная, но насчет того, что вернусь, это навряд ли. Итак, ребята, следующая карта, которая нам понадобится, это карта Whatepak Oceanic. Вот такая вот карта By Simulation Games. Я думаю, что вы ее ни с чем не перепутаете. И в нее нужно зайти для того, чтобы получить определенный бейдж. Как видите, его с прошлого дня прошло уже 72 тысячи человек. То есть, бабка шоу не первая, и вы тоже уже не будете первыми. Но было бы неплохо пройти ее раньше. Ну, чтобы хотя бы знать, что мы получаем. Собственно, здесь можно получить нашу мистери-бокс Фэи. Насколько я понимаю, ее зовут так. Ну и давайте зайдем прямо сюда, чтобы сейчас начать проходить наш бейдж. И я вам скажу, что это довольно долго. Потому что без телепорта, не заплатив 50 робоксов, вам придется много ходить. Ну и мне тоже, потому что я робоксы тратить не собираюсь. Как видите, у меня робоксов куча. Сейчас, подождите секундочку. Итак, ребята, теперь у меня 122 тысячи пятьсот пятьдесят... Что? Так, вы не видели ничего? 122 тысячи пятьсот пятьдесят робоксов у меня? Ладно, ну, тратить я все равно не собираюсь. Да, конечно, если бы у меня было столько робоксов. Эх, жалко. Так, ладно, все, ребята, не будем отвлекаться. Заходим прямо сейчас вот сюда, вот и пак океаник, и будем проходить наш вен. Итак, ребята, вот мы с вами сейчас и находимся в нашем вот и пак океаник-симуляторе. И нужно будет проехать через целых десять горок. Причем, ходить придется пешком, поэтому, ладно, ничего страшного. Подходим к нашей Йошиде. Здесь написано, проскользнуть нужно в целых десять горок. И подойти потом к ней и проехать на ее горке. Ну окей, в целом это очень просто. Поэтому давайте выберем какую-нибудь горку, чтобы стартовать. Пускай это будет Айс Ворлд. И здесь, как видите, есть несколько горочек. Придется делать это все вручную, поэтому бег я, наверное, ускорю. Хотя можно в целом и не ускорять. Тогда мы снимем с вами еще два видео по получению других коробочек. Почему бы и нет? Можно растянуть это на несколько частей, тогда будет проще. И вы будете понимать, что я вообще делаю, чтобы прям полностью проникнуться этим процессом. Окей, тогда, ребят, вот смотрите. У меня сейчас, как видите, ноль из десяти слайдов. С правой стороны, снизу вы можете заметить, что я прошла всего лишь ноль из десяти горок. Ну, это и понятно, я только что зашла в игру. А нам, ребята, нужно сделать так, чтобы у нас было десять из десяти. Поэтому мы заходим, садимся сюда и нажимаем, чтобы ехать вниз. Итак, ребята, не знаю, будет ли это считаться слайдом нашей горки. Ее нужно будет пройти до самого конца, чтобы слайд засчитался. Ну, собственно, единственный вопрос, который меня волнует, почему я бегу. Да, ребята, один из десяти слайдов уже засчитался. Поэтому мы просто спускаемся и садимся в какую-нибудь другую горку. Сделать это будет очень просто. Как видите, здесь есть маленькие горки, на которые очень просто забраться и из которых очень легко тоже скатиться, ребятки. Вот, допустим, эта горка. На нее ведь очень просто скатиться. И прямо сейчас я вам покажу, каким образом это делается. Запрыгиваем примерно вот сюда. И нам нужно каким-то образом попасть на эту горку. Но это тоже не составит какого-либо труда. Теперь подходим вот сюда и, собственно, скатываемся с нашей горки, которая нас интересует. Допустим, эта горка. Единственное то, что у меня сломана немножечко моя анимация рэгдола. Почему-то я не качусь никак. Просто приходится бежать по горке. Ну, в таком случае просто бегите, не подпрыгивая по нашей горочке. Будто вы едете. Да, это не так весело. Но, кажется, придется с этим как-то смириться. Окей, а теперь, ребята, ползем вниз. И нужно добраться до 10 из 10 слайдов. Фух, ребята, прикол в том, что я, кажется, выбрала самую длинную горку, которую можно себе представить. Я бегу уже около двух минут и все еще ничего не произошло. То есть я прям бегу и бегу и бегу. И ничего не происходит. Так, подождите, а что такое сидеть? Может быть... О, вот, нашла, короче. Так будет быстрее немного. Походу я не буду хотя бы так... Вот, вот, вот. Поехали, поехали побыстрее. Да что ж такое-то? Не застревай, пожалуйста. Блин, кажется, ребята, пешком было идти быстрее. Нет, пойдемте быстрее пешком пройдем. Это все дело. Так, мне кажется, или я не скатываюсь... А, нет, все, ребята, все правильно. Я все-таки еще скатываюсь. Капец, это долго. Но, вот, ребята, все, два слайда мы с вами прошли. Это было реально долго. Теперь я предлагаю вам просто-напросто скоротить немножечко расстояние. Мы сейчас сделаем с вами вот так. Заберемся с вами наверх. Раз это тоже считается, по идее, горкой, мы сядем и прокатимся до самого низа. Не знаю, будет ли это слайдом, но нет, кажется. Обмануть игру не получилось. Ладно, тогда в таком случае нам с вами нужно прямо сейчас забраться на какую-нибудь большую горку и прокатиться с нее. Прямо классно прокатиться, короче. Не знаю, куда еще нужно идти, но окей. Так, подождите. Мне не нужно на эту штуку садиться. Итак, ребята, после того, как вы прошли все 10 слайдов, прошли все 10 челленджей, вам нужно пройти вот сюда. Вот прям здесь есть вот такая вот дырка в горе, которая приведет вас к самой большой фиолетовой горке. Ну и, собственно, вы сами увидите, что вам нужно идти сюда. Так как здесь стоят два вот таких вот огромных сундука, которые мы пришли с вами получать. Ну и, собственно, подходим сюда, читаем, что она нам говорит. Она нам говорит то, что ваша миссия состоит в том, чтобы скользить по крайней мере 10 различных слайдов, а затем мой последний слайд. Как видите, мы проскользили все 10 слайдов, и теперь поднимаемся на ее горку. Это сделать на самом деле довольно легко. Просто поднимайтесь по лестнице и скатывайтесь с нашего последнего слайда. Кстати говоря, некоторые слайды не засчитываются, поэтому скатывайтесь желательно самых больших. Ну и, собственно, она говорит, это мой последний слайд. Ты выживешь? Вам нужны 10 слайдов. Конечно. И теперь, ребята, просто залазим вот сюда вот в эту дырку и скатываемся в самый-самый низ. Ну и соглашусь, горка реально крутая, довольно быстрая, и ее вы тоже, проходя, получаете непосредственно свой бейдж и все подобное. Так, ну и, собственно, прокатываемся, ребята. Вот мы уже в самом конце докатываемся. 11 с 10, бейдж получен, и мы получаем, ребята, с вами вот такой вот бейдж. Ну и, поздравляю, вы сделали мое приключение. И получаем, кажется, вот такой вот сундук. Насколько я понимаю, мы получили бейдж, а вот получили ли мы сундук, это стоит проверить прямо сейчас в нашем инвентаре. Итак, ребята, вот мы с вами зашли в наш инвентарь, и, как видите, здесь у нас есть вот такой вот как раз-таки наш сундук нашей Феи. И давайте посмотрим, как он выглядит на нашей голове. Как вы знаете, все вещи можно комбинировать. Вот так вот он выглядит. Так что, ребята, получайте, забирайте. Осталось всего два, поэтому в следующем видеоролике я покажу, как получить еще два наших сундука в Роблоксе. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр. С вами была Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. Пока.